Ну что, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо, мы плавно переместились из спортивной школы имени Анатолия Рахлина, новой спортивной школе, к зданию спортивной школы Олеговского резерва Анатолия Рахлина, к старому зданию клубу Турбостроитель. И здесь вновь Михаил Рахлин проведет нас по лабиринтам, так скажем, этого здания, этой спортивной школы и расскажет некоторые, может быть, подробности интересные, те, которые еще не были рассказаны в многочисленных предыдущих видеорепортажах. Ну, а сейчас давайте мы посмотрим на мемориальную доску, которая установлена на этом здании. Если мне не изменяет память, где-то около года назад была установлена эта мемориальная доска, и вот за моей спиной вы видите здесь, вот сейчас давайте мы прочитаем. В этом здании с 1988 по 2013 год работал заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер РСФСР Анатолий Соломонович Рахлин. Вот такая мемориальная памятная доска есть на этом здании. И давайте мы посмотрим на это здание немножко со стороны. Вот вход центральный. И давайте мы пойдем внутрь и встретимся там с Михаилом Рахлиным. Олимпийский факел. Верия Петербурга, Ленинграда, Ленинграда. У нас все пропитано. У нас должен быть Ленинград, Ленинград и спорт. Да, я уже на входе снял немножко фасад и увидел там мемориальную доску. Уже много информации есть об этой мемориальной доске, память об Анатолии Рахлине, о его деятельности в этом здании. Может быть, что-то вы какие-то особые детали хотите дополнить, что еще не было озвучено в многочисленных интервью. Ну, какое-то дополнение. Здесь, в этом здании, именно дзюдо с 88-го года, с 88-го года здесь. Был раньше один зал, вот, сейчас больше залов у нас почти. Все здание у нас сейчас принадлежит спорту дзюдо. Не принадлежит, отдано, отдано. То есть здесь конкретно дзюдо? Здесь только дзюдо, да. Один зал есть в гимнастике, акробатике, но он тоже для дзюдо. Мы маленьких детей в возрасте 5, 6, 7, 8 лет, вот, через акробатику, через гимнастику, через страховку, через потихоньку подводим дзюдо. Я, честно говоря, не любитель всех этих дзюдо дошкольных, дошкольных дзюдо в Ясли. Не верю я в эти во все истории. Вот, но именно как мой первый визит в спорт, мы это называем так, через акробатику, гимнастику, пусть на татами, это можно. А учить детей делать, там, раскик, какие-то захваты, все это, я, я, мне эта идея не по душе. Идешь не по душе, я не вижу эффективности в ней. Эти стены с 88-го года пропитаны здесь, конечно, они пропитаны уже людьми, пропитаны потом, пропитаны историей. И, наверное, самым завершением было именно установление библиальной доски, вот, потому что отец здесь провел огромное количество лет, прожил, проработал. Ну, прожил, наверное, потому что мы на работе проводим время больше, чем дома. И как раз эта библиотерская доска очень гармонично здесь вписалась, вот, сохранение истории, традиций. И специальный такой поворот головы ко входу, как будто он входит на каждого, смотрит на каждого человека, который сюда входит. То есть, такой поворот головы, он смотрит на ребят. Я сам иногда сознательно бывает, хотя могу во двор въехать, ставлю машину, выхожу и захожу через центральный вход. Не то, чтобы каждый день, но иногда, чтобы как раз и посмотреть, и о чем-то подумать, и чтобы меня было видно, что я тоже сюда захожу, что он тоже на меня смотрит, что я здесь. Михаил, ну, и хотелось бы поздравить Клуб Турбостроитель с 55-летием. Это такая, может быть, не круглая юбилейная дата, но все-таки это вот 55, две пятерки. В общеобразовательной системе пятерка – это высшая оценка, а тут две высшие оценки. И от себя хочу пожелать Клуб Турбостроитель и вам лично дальнейшего развития именно в плане образовательной, просветительской, ну и, безусловно, как само собой уже разумеющейся результативной спортивной деятельности. Как это есть, три пятерки, да, три пятерки, проба там еще три как-то такая есть. Вот, на самом деле, 55 плюс 5 – три пятерки у нас, потому что сам Клуб Турбостроитель в Ленинградском металлическом заводе, Клуб в Ленинградском металлическом заводе образовался 55 лет тому назад, а еще за пять лет до этого отец набрал первые детские группы. При Адмиралтейских верфиях это такое предприятие было в центре Санкт-Петербурга. И именно с той группой, с лучшими спортсменами, он приехал сюда. Так что 55 плюс 5 – просто именно вот принадлежность к Ленинградскому металлическому заводу, а в дальнейшем именно к названию «Турбостроитель», она произошла 5 сентября 1969 года, о чем записано у отца в трудовой книжке. Есть запись, что он был взят на работу. Ну что, пройдем немножко, а не вот коридором пойдет? Конечно, много снято уже об этом объекте спортивном, но, как говорится, еще раз никогда не бывает лишним. И вот здесь я вижу такая историческая летопись. Да, я тут можно ко многому пообратиться, но, конечно, вот это самое здание на декабристом 21, где все зарождалось. Это конюшенные флиги Лесуковского дворца, вот в этом здании на втором этаже, вот там, вот там, вот там, вот там, маленькие комнатушки 8 на 8, без окон, без дверей, вот там все это происходило. Вот. Что еще? Благада, несомненно, этот отпечаток накладывает на каждого человека, тем более, если ее пережить, тем более, если из нее выйти победителем и на всю жизнь это одна. А я смотрю, Анатолий Самонович, он военно-морской форуме, он служил на флоте? Служил на флоте, да, раньше, если вы помните, служили не как сейчас годик, а служили 4 года. Это тоже отложил отпечаток в плане порядка, дисциплины и так далее. А служил здесь в Ленинграде? Нет, нет, он учебку проходил на Балтийском флоте под Выборгом, а службу проходил на Черноморском флоте, так что да. Вот, ну вот, это вот справка, так, 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 нет, 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 вот как раз таки детская больница, это справка 44-го года, что отец был в состоянии, ну, фактически дистрофии, они все были, ну, он еле выжил, еле выжил блокады, я точно формулировку не прочитаю сейчас, вот, ну, в общем, дистрофия была. И вот, конечно, вот эта фотография, я считаю, что вот здесь в глазах все написано, блокадные дети, где-то тоже 44-й, 45-й, это отец и старший брат, в глазах все видно, все понятно, поэтому, когда люди спрашивали, кто такой ираксин и почему, вот эта вот строгость, жесткость и требовательность, вот здесь, мне кажется, все написано, вот здесь, вот здесь, это все понятно, целина, служба в армии, блокада, послевоенная, немножко в другом порядке, да, блокада, послевоенный город, разруха, вот в 49-м, только карточки отменяли, да, все голодные, вот в этой справке, вот в этой справке все написано, вот, потом служба в армии, целина, как студенты все на целину, поднимали целину, а потом уже в детские группы, вот, ну, дальше что-то же можно смотреть, есть еще одна у меня маленькая такая, скрытый сюжет, пойдемте, там немножко неопрятно, но пойдемте, тоже мы здесь проводим много совещаний, каких-то мероприятий, очень интересная история, немножко неопрятно здесь, да, это все олимпийские чемпионы и призеры олимпийских игр по борьбе, по борьбе и в том числе по джидо, вся история всех олимпийских игр, вольное, классическое, ну, греко-римское классическое джидо, и отдельные люди с удовольствием все это осматривают, смотрят. Да, очень интересный такой стенд, да. Ну, вот так, кустячок, вспомнить, увидеть, кто, как, что, чего. Каждая Олимпиада символы ее, такие медали были, какие, где проходило, какие-то исторические моменты, вот, чтобы не забывали, чтобы помнили, чтобы знали. Ну, здесь так, пойдемте. Угу. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. У нас утоплено вниз, можно сказать, в подбывшее подвальное помещение, раздевалки душевые, мыльно-рыльные, именно имеются прачечные, там, сушильные, все там, все там внизу, отдельно раздевалки для всех. Здесь тренажерный зал. Тренажерный зал. Вот такой вот залчик, зал специальной физической подготовки, вот, тоже, несмотря на то, что он не такой, как в новом комплексе, он самодостаточный, здесь все есть, зона на стяжке, отработке, вот, ну, вот, в таком, как рабочий бардак, наверное, сейчас, как есть. Да, ну, нормально. А тренажеры? Тренажеры. Обстановка. Обычная, да, так, как положено, кувалда, нибири. Ну, вот здесь много очень вот таких интересных фотографий, вывезок, так сказать, или таких вот интересных мыслей. Вот это все вот продумывал, ну, вы продумываете. Это мои фантазии. Ваши, мои фантазии. Что-то как-то, чтобы дополнить уверенность спортсменов, да? Ну, чтобы уютнее было, чтобы как-то теплее было, да, чтобы не совсем казенно, чтобы было, да. А вот, Михаил, вот логотип клуба «Дзюдо Томбостроитель», он вообще изначально вот такой был всегда, или его кто-то специально как-то разрабатывал, или это… Я придумал. А, это вы придумали. Я сначала думал, что это может быть… Нет, он не советский, не из тех времен, не из тех времен, нет. Я единственное, что цвет оставил, вот этот перелив серебра, потому что все-таки это была металлургия, вот, и вот этот отлив серебра, отлив стали, все-таки Ленинградский металлический завод, вот это серебро. Сине-бело-голубые цвета Петербурга, а сталь – это такой, у нас же это немножко холодный город, да, вода, камень и гранит, сталь, вот. И вот эти цвета мне по душе, они теплые цвета, и вот мы так и сделали. Это мои фантазии тоже. Ну, наверное, это не фантазия. Наверное, это уже все-таки реализованные идеи. Да. Ну, вот так, да. Вот, видите, пусть еще, как приятно, зал, сразу понимаем, что это за зал? Зал гимнодийный расцепленный гимнодийский. Самый любимый в мире зал. Ага, профессиональная батутная дорожка, фляги, сальто, акробатика, канатики, брусья, кольца, ну, татами. Из джудо только татами. Но здесь занимаются гимнасты или все-таки это джудаисты? Нет, и не джудаисты, и не гимнасты, это будущие крепкие наши детишки. Мы просто набираем здесь... Общее развитие физическое. Да, да, да. Мы называем это мой первый визит в спорт. Мы приучаем визит в спорт. Учатся ходить, учатся прыгать, учатся бегать, учатся кувыркаться, учатся прыгать, учатся в сальто, акробатику, учатся где-то какие-то канатики, все. Это вот именно зал развития. Ну, вот татами, это чтобы все-таки мы потихоньку в татами приучаем. Это наша такая история. Я опять же говорю, я всех прошу, не торопитесь. Мне кажется, когда люди... Да, мы должны с раннего детства пытаться отбирать детишек, чтобы они не разбежались по другим видам спорта, но в то же время не уподобляться тем, кто с раннего возраста детей вовлекает в эту историю для того, чтобы зарабатывать деньги. А вообще, как ваш отец относился вот к раннему вовлечению? Потому что он же еще активно работал, когда уже началась вот эта тенденция совсем ранней специализации в дзюдо. Слушайте, я не знаю, он не успел уже, наверное, заработать детским тренером, когда совсем рано было. Но все же, когда он только начинал работать, он начинал работать со взрослыми спортсменами. И для него это было принципиально. Я не имею права проводить эксперименты, педагогические даже, на детях. И он первой группы, это, наверное, был год 62-63, значит, еще вот совсем. Он со взрослыми спортсменами на предприятиях, в институтах, начинал учебный. Вот это очень... Потом, 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 как раз-таки 64-65 учебный год он набрал первую детскую группу. Что такое детская группа? 13-14 лет. Ну, это очень тонкий и мудрый педагогический подход. От бабушки, мы говорили бабушка. Не... То есть, вот это вот тоже важность, наверное, характера или педагогической мысли. Не проводить эксперименты над детьми. Конечно, конечно. Взрослым уже можно по-другому немножко. Там человек это сознает. И вот он набрал детскую группу. Детская группа 13-14 лет. 12 он даже еще сомневался. Естественно, с каждым там десятилетиям этот возраст снижался, снижался. Я по себе помню, я набирал, я первый год у меня, я начал работать тренером в 96-м году. Я вот этих вот восьмилеток даже не брал. А сейчас 4 уже, говорят, давай 4-5. Мне кажется, это все шарлатанство, лохотрон и отъем денег у населения. Дети должны бегать, прыгать и плавать до определенного возраста. Когда они созрели, дальше ребенок выбирают. Все-таки дзюдо – сложный вид спорта, сложно-корренированный. Не надо обманывать людей тем, что мы занимаемся дзюдо в возрасте 4-5-6 лет. Ну и, наверное, все-таки дзюдо опасно для ранней специализации. Мы же знаем, давайте так, извините, что я перебиваю. Мы же знаем, что... То есть, понятно, что вокруг меня много отчислованных спортсменов. Не только тех, которых я вырастил, но и тех, кто пришли в Петербург, потому что, потому что, потому что. Тема отдельного разговора. Разговаривая со всеми, те, кто доходили до Олимпийских высот, оказывается, начинали летание лет в 10, в 11, в 12. А те, кто у них выигрывали на начальных этапах, которые начинали в 6, 7, 8, не дошли даже до состояния полуфабрикатов. Вот есть бизнес-модель, а есть реальная практика, есть опыт. Опыт показывает то, что плод должен созреть. А мы, недозревший, заставляем созреть. Он травмируется, ломается психологически. Истощается. Истощается. Все-таки единственный вид энергии, который не восполняется, это эмоциональная энергия. Он ее расплескал, ее нет. Нет эмоциональной энергии, у него есть мотивация, он ломается. И все. И мы теряем огромное количество на начальном этапе, целое поколение талантливых детей. И психологически, и физически. Людям это интересно, вы поверьте. Когда клубу было 50 лет, с визитом сюда, на юбилей клуба, приехал Владимир Владимирович Путин. Это был ноябрь 2019 года. Я, естественно, мы не стали делать никакую показуху. Мы делали просто обычный тренировочный процесс. Здесь занимаются спортсмены высшего спортивного мастерства. Антон Кривобоков, кстати. Интересная история с ним была. Но не про Антона Кривобокова сейчас речь. Здесь детишки, как раз, занимаются акробатикой, гимнастикой. В залах занимаются дезодористы. Все самое обычное. Никаких показательных, никаких шоу, ничего. И мы прошлись по залам, прежде чем пошли к ветеранам. Потом с ветеранами пошли общаться. И вот когда Владимир Владимирович зашел сюда, он дольше всего отсюда не выходил. И его фраза была, что в нашем детстве такого не было. Нам не хватало такого. Вот ваше подтверждение слов, что детям нужно движение, радость и счастье. А вот уже, если по современному реалию, что лет в 10 уже надо потихоньку начать заниматься дезодористом. Это мои такие убеды. До 10 нужно отбирать. В 10 мы уже отобрали определенное количество способных людей. С 10 до 15 базовая техника. При плюс-минус. 15-18 моделирование индивидуальной модель ставим. И уже натаскиваем результаты вперед. Михаил, ну вы просто прочитали курс лекции гигиена. Я доцент кафедры единоборства в Лезвовке. То есть это все согласуется просто с наукой, с тем, что подтверждено годами исследований. Сейчас скажу фразу, потом вырежете все. Выключайте камеру. Центральная лестница. Я давно не обновлял, давно не обновлял, года два. Какая-то такая круговира, дела-дела-дела. Но я думаю, к Новому году мы немножко обновим. Наши ребятки, современные дети, их результаты, их успехи, достижения. Всегда приятно, когда приходишь и ты в своем родном клубе где-то, а вот я тут ездил. Вот, кстати, тот самый визит Владимира Владимировича, видите, в этом стажерном зале с ребятами. А вот, он же в том гимнастическом зале, про который мы говорили, да, с ребятками как раз. Вот, видите, даже приятно было находиться в этом зале, как здесь. Вот, мне вот очень цена, вот я люблю фотографию, вот этому, вот моему родному клубу-тургостроитель. Видите, 8 мая 2000 года. А 7 мая Владимир Владимирович стал президентом Российской Федерации. Это на следующий день после инаугурации. Они с отцом увиделись в его резиденции. И вот, кстати, хорошая история, почему отец не попал на инаугурацию. Отец не присутствовал на первой инаугурации. Потом уже он присутствовал, но в другой раз. Отец находился в Подольске на базе подготовки, сборную командную готовили. В списках на инаугурацию, конечно же, он был. Но его не смогли найти. Все службы нашей страны не смогли найти. Потому что в списке он был записан и разыскивали по всей стране Анатолия Семеновича Рахлина. А он же Соломонович. Да. Он всю жизнь был Семеновичем. И даже многие десятилетия его знали, не знали, что он был Соломоновичем. И вот искали Анатолия Семеновича Рахлина. И нашли его, хотя он был прямо под Москвой в Подольске, только к вечеру или на следующее утро, естественно, его ушли. Но потом Владимир Владимирович исправил эту ситуацию, пригласив уже на следующий, наоборот. Поэтому не 7 мая, когда Владимир Владимирович стал президентом, а именно 8 мая. Это такая интересная история. Это его ансамбль день рождения. И Владимир Владимирович приезжал, поздравлял прямо здесь в клубе на первом этаже. В том ходе, в зале мы как раз были. Брат мой в юности, в молодости. Ребята, которые сейчас выступают за клуб, Кривобоков Антон, Кусенхов Мурзаев, Арман Атамян, Настя Конкина, слава Богу, Мичка сейчас мамой стала, она себя в новом качестве проявляет. Инал Тасоев, Хасахов Мурзаев, Армен Агаян, Мадина Таймазова. Это вот очень интересная история, вот специальная такая. Через мгновение Тагир Хребулаев станет олимпийским чемпионом. Мгновение осталось, видите, все. Да. Причем, знаете, я расскажу такую историю, чем уникален Тагир Хребулаев. Это мало кто вообще об этом говорит, хотя на этом можно целую историю делать. Ведь в финале олимпийских филоров он побеждает действующего на тот момент олимпийского чемпиона. В финале чемпиона Европы а, мы знаем, что Тагир Хреб place Europe, он победил действующего чемпиона Европы. На чемпионате мира в финале он победил чемпиона мира. То есть человек, чтобы победить не просто побеждал, побеждал сильнейшего. Это уникальное достижение, у нас есть чемпионы Европы в мире олимпийских игр. Но чтобы побеждать сильнейшего спортсмена в тот момент, это же такая вот, как в шахматах, чтобы стать чемпионом, надо победить чемпиона, мало сыграть с ним нечего. И Тагира выигрывал у всех. И вот смотрите, через мгновение он станет олимпийским чемпионом, он там, я уже радуюсь, никто не понимает, что происходит, а я уже понимаю, что все должно произойти. И через минуту или через пару он попадает в руки президента. Воспитание клуба «Торбостроитель» поздравляет воспитание клуба «Торбостроитель». Вот такая история. Через мгновение Мадина Таймазова станет бронзовой призеркой олимпийских игр. Видите, она сейчас хорватская спортсменка, которая сейчас выиграла олимпийские игры, и которая до сих пор ни разу у Мадина и не выиграла. Через мгновение Мадина станет бронзовым призером. Через несколько минут она попадает в руки к Евгению Рашлину. Я не был на Олимпиаде, Евгений судил, судил там три финала. Большое достижение, вот он их поздравляет. Так что такие сюжеты интересные. Вот и сюжеты интересные тоже. Это Анатолий Рашлин со своим воспитанником Чинггором Европы Женей Ефремовым. Это Анатолий Рашлин, такс-пасмен, зомбист еще, видимо, выступал. И вот обычная жизнь ленинградских мальчишек и девчонок. Паласкавшись в лесу, на берегу озера, на лесе сатанировались, на пляже на песке отрабатывали. Вот такая вот жизнь, специальная перекличка истории, что как это все начиналось в 60-е, 70-е годы. Вот то, что сегодня. Если посмотреть дальше, там у нас еще освещение не включено, там дальше продолжение. Там тоже наши ребята, девчонки, наши достижения небольшие. Наверху, давайте пойдем сразу, ну, потом заложим. Пойдемте, я вам покажу. Тут приглушенный свет, поэтому не все увидим. Не все увидим. Жалко, что освещение нет. Коля Борисова, Глаша Борисова, чемпионка России, Зерщикова и другие ребята тоже есть, которые выступают до сих пор в Олице. Вот здесь, но я не взял в эфир, это целый этаж, это офис Федерации ЦИЗО Санкт-Петербург. Здесь все работники, сотрудники, все здесь. А вот это самое главное. О, Аюб, привет. О, Аюб. Да, знакомый. Вот видите. Вот так мы живем. Ну, нормально. В новом комплексе будет так же, поезде. Да, да. Здесь рабочая обстановка. Видите? Человек с олимпийской лицензией, да? Да, да, да. Я помню Аюба Глеева еще совсем с юных. Вот здесь ребята живут. Ну, вы видите все. Там туда не пойдем, там еще дальше. Да. Значит, процесс здесь продолжается. И здесь продолжается. Он здесь еще какой. Ну, тут спортивная обстановка. Снимаем. Кстати, вот поздравление с юбилеем клуба, 50-летие клуба трубостроителей от Мариуса Визера. Он вот здесь вот вручал мне в этом коридоре. Вот это тепло. Мариус Визер приезжал сюда с юбилеем поздравил. С 55-летием пришло поздравление? Нет. У нас с 55-летием пришло два поздравления. От губернатора спортивный комплекс и от президента Орден почета. Это вот это же огромная история. Это впервые в истории президентом было отмечено Орденом. Это получается, знаете, как вот раньше было предприятие Орден Трудового Красного Знания. То есть это клуб джидо Турбостроитель имеет Орден Почета. Да, мы теперь региональная общественная организация Ордена Почета Турбостроителей. Мы сейчас устав меняем. Коллективу клуба. Коллектив. И звучит это вот для меня, это вот прям вот, потому что это объединило тысячи людей. С того самого, вот, если вот, вот, не знаю, с комментариями, то есть вот 69-го года. Каждый человек, прошедший через стены, зал, через Рахлина, родители, дети, спортсмены, бабушки, ветераны, медицинские сотрудники, психологи, все. Послужащики, все, да, я просто слова не хочу назвать. Все люди, которые были рядом, причастны хотя бы чуть-чуть, хотя бы каплей пота. Это их Орден. Для меня это вот, то, что я это, как бы, попросил нас представить к этой награде. И то, что такое решение было принято, для меня вот это важнее, чем в Огром. Вот данная школа построена, дом стоит, и Орден. Все можно отбросить чуть-чуть дальше, чуть назад. Потому что это вот такой знак признания. И, наверное, в этом Ордене, конечно, знак благодарности и уважения Анатолия Рахлина придет. Вот обычные, простые, рабочие залы. Сетки, потому что иногда быстренько, наверное. Эти залы были великолепны немножко раньше, когда они были полностью зашиты в дерево. Здесь было очень уютно в дереве. Но потом пришла санэпидемстанция и заставила нас вот так сделать. Ну, так тоже неплохо. А когда все было зашито в дерево, здесь было бы еще уютнее. Вот один зал. Один зал. И продолжение его. Либо это, можно сказать, два зала. Давайте, вы доходите, а я свет включу. Когда в дереве было, было уютно. Вот это советский зал. Даже хороший советский зал. Здесь было бы все в дереве, невысоко, уютненько, хорошо, классно. Здесь занимаются как взрослые, так и дети, да? То есть, и профессионалы? Все. Вот эти два зала мы помещались. Ну, вот переполнились, построили новое. Вот. Чем тут отличаются эти два зала? Татами. Здесь был для детей мягкий, а там пожестче для взрослых. Поэтому здесь у нас девчонки тренируются, там ребят. Мы девчонок чуть-чуть жалеем. А здесь не делали такое, знаете, как этот, плавучий. Да вы что, где столько детей. Это же заводское, заводское. Это все делалось, вопреки всему они благодарят. Это же сами руками делалось. Фактически. Вот такая вот у нас история, вот этот наш зал. Обычная повседневная работа ведется здесь. Ну, теперь уже у нас небольшое разделение произошло. И начинали здесь заниматься. У нас разделение произошло. Ребята уехали больше на замш на вот том зале, а девчата больше здесь. Одни борьбы там. Я начинал заниматься в 86-м году, в тот момент, когда основное здание, где отец тренировал в 69-м году, было снесено. Отец в здании на Свердловской набережной, совсем недалеко здесь, тренировал с 69-го по 85-й или 86-й год. Потом, я вот точный год не помню, 85-й или 86-й, расширяли дорожное полотно на набережной, и было принято решение снести то здание. То здание снесли, новое не построили. И вот момент между 86-м и 88-м годом мы скитались по всяким разным подвалам, чердакам и так далее. И вот было такое здание, был магазин «Шайба» на Апрельской улице, до сих пор там есть. И в подсобном помещении складском мы тренировались два года. Вот я начал под подсобным помещение. Но здесь тоже в этом здании вы проводили занятия? Да, потом мы в 88-м году приехали сюда. Мы приехали, поднялись, здесь было черт знает чего. Мы собственными руками, гантелями, грифами от штанок ломали стены, потолки, выстраивали. И вот там, в одном из залах, начинали тренироваться. Эта история очень долгая, вам в одно интервью не уложишь. Это сейчас мы имеем все здание. Благодаря Василию Борисовичу Шестакову, благодаря Валентине Ивановне Матвиенко, который, когда у нас стали отбирать это здание, отец обратился к своему воспитаннику Василию Борисовичу Шестакову. Который сейчас президент Международной Аберации Самбо. Василий Борисович, будучи депутатом Госдумы, направил запрос губернатору Санкт-Петербурга Валентине Ивановне Матвиенко. Она моментально среагировала, приехала прямо сюда, вот они во дворе здесь стояли, и дала указание тому ведомству, в чем в бедене было это здание, отдать полностью. Отдали, что с ним делать, денег нет, все течет, гниет, пахнет и все. Не только спор был, только мастерские были, и мясо, и металлургия, и все, и крысы бегают, ничего только не было. Но в итоге отец уже дальше смог сделать так, чтобы потихоньку-потихоньку... То есть это по сути вот за каких-то, получается, вот... Это уже в 2000-х годах все? Да, 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 так и было, так и было. Все собственными руками делали, все полы собственными руками, унитазы чистили сами, вентиляции какие-то там, крыши течет сами, трубы рвутся сами, уборка помещений, лестниц всего сами, раздевалка одна там на 200 человек, причем и мальчиков, и девочек, и взрослых, и детей. Жили в этом во всем, и вы здесь. Это сейчас более благообразно. И вот там новый комплекс построили уже у каждого свое. Ничего страшного. Умеем и так, и так. Никаких проблем нет. Самое главное, повторюсь, это человек, и что он несет в эти стены, а не стены. Можно и в великолепных, как говорится, и в подвалах ничего не делать, а можно и чемпионов расти. Можно и в дворцах то же самое. И отличным делом наниматься, и так же губить дело. Прямо отсюда, да? Вот отсюда лучше всего начинать. Это стенд. Один в один стенд, такой же висел в нашем старом клубе. Здесь он висел. Был ремонт, естественно, строители его испортили. Я его воссоздал со стопроцентной точностью, просто в таком современном виде. Это первые воспитанники отца, первые из первых наборов, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Это не все, не все, но одни из многих. Мы видим здесь много известных людей и в мире спорта, и вообще, и в целом. Вот. Наверное, из интересного, вот эта вот курка. Эта курка была выдана отцом, своему воспитаннику, Трофимову Борису, в 65-м году. В 65-м году. Вот видите, она потертая, рваная, мы ее видим порядок. Он ее, когда переезжал из квартиры на квартиру, нашел наложью и передал мне. И вспомнил, что в 65-м году, Владимир Владимирович иногда рассказывает, что мы одну курску на троих одевали, одни потренировались, оставили, может быть, даже и он тренировался. Потому что одно поколение, один возраст, один вес примерно. Ну, и какие-то интересные истории связанные с этим кимоноом. Я вижу, что всем известно, что ваш отец очень тесно взаимодействовал с Ямоситой, который сейчас возглавляет, да, федерацию дзюдо Японии, город УГ. Нет, он возглавляет пока что еще Олимпийский комитет Японии. А, Олимпийский комитет. Да, он предантор Олимпийского комитета Японии был, да, вот это его самое. Он часто приезжал и в Петербург, как и нам в клуб, проводил мастер-классы и даже отца поддерживал лично, когда у него были какие-то определенные моменты такие сложные. Так что, да, мы дружили. Это его кимоно, после очередного мастер-класса я его попросил, чтобы он и поясе кимоно нам подарил. Вот оно здесь есть, с этого началась уже традиция какая-то, потом мы увидим нашу традицию. Ну, да, так что это оригинал, это его кимоно. Вот это для меня тоже важный стенд. Это Ярослав Михайлович Керат. Вот он в нашем клубе проработал последние 10 лет своей жизни. Это легендарный человек, трехкратный чемпион Советского Союза по самбо. Вот, не говоря про остальные его награды. Тогда не проводились ни Европы, ни Миры, поэтому он, это высшее достижение. Он участвовал в подготовке трех чемпионов мира. Соколов, Косоротов, Михалин, третий медаль для его подготовки приходил. Он один из первых мастеров спорта международного класса в СССР. Вот, так что такое. 25 лет она почти заработала в сборной, 25 лет будучи офицером Советской Армии, службы военной физкультуры преподавал. Легендарный человек, вот его записи. Тут, кстати, даже есть записи подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Я сейчас иногда, когда наши тренеры сборной, некоторые, рассказывают какие-то истории, вот, Ярослав Михайлович такой человек, который все записан. И вот можно их истории, которые они рассказывают, сравнивать с тем, что здесь записано. Он же делал это не специально, то, что было там 20 лет назад. И вот оно все там записано. Кто какую нагрузку выполнял, кто отлынивал, по какой причине и как работал, какие объемы, на каком пульсе, как восстанавливался, как не восстанавливался, как отлынивал. Там все записано. У него много этого все. Ну, это уже моя история, моя история. Это Георгий Булаев. Я буквально заставил его отдать кимоно после Олимпиады, зная, что все теряется, все пропадает. Мадина Таймазова и ее кимоно олимпийское. И даже Хасана Халмурзаева попросил. Хотя, честно скажу, чтобы не думали, Хасан Халмурзаев, когда выиграл олимпийскую медаль, не выступал за клуб трубостроителей в Петербурге. Просто в силу того, что он после Олимпиады уже стал выступать в Петербург, эта история не пригодилась, видимо, тем людям, которые она нашли. Я его попросил, он любезно подарил. Медали, это точная копия олимпийских медалей. Скажу, не настоящая, но точная копия. 99% копия, за исключением надписей на ребре. Там на ребре обычно пишется весовая категория, вид спорта. Я на протяжении года умельцы петербургские мне изготавливали каждую медаль. Потому что это очень важно детям прикоснуться, посмотреть, поддержать, понять. Ну, это украшение. Это двукратный участник Олимпийских игр Евгений Рахстен в Токио и в Париже. Единственный из этого участников. Тоже на память выдают такую историю. Я считаю, что она должна быть здесь. Чтобы люди понимали, что это тоже часть истории сегодня. А вот просто маленькая такую ремарку или такой ответ на вопрос. Я видел, что Евгений Рахлин на Олимпийских играх в Париже как судья, он какую функцию там выполнял? Вот он как эксперт судейского корпуса. Он член судейского коллеги. Это комиссар. Это люди, которые наверное по статусу над судьями. Которые смотрят и принимают решения. помогают принимать решения. То есть в принципе он не был сторонним наблюдателем? Ни в коем случае нет. Первую Олимпиаду он судил судьей. Он судил три Олимпийских финала. Это тоже много. А вторую Олимпиаду он уже был выше статуса, он уже был цен комиссии. Их всего трое или четвертых. Ну а дальше из интересного нет ни у кого вообще. Я вам покажу, даже открою. Вот так вот, чтобы никто не видел. Смотрите, я даже возьму в руки. Это первый в истории советского дзюдо первая еще раз два раза повторю в истории советского диплом бронзового призера Олимпийских игрородов Орона Гиршича Багарева. Это оригинал. Он мне сказал, что медаль я тебе потом передам. За меня перелядут. Дай бог ему многих лет здравствует. Он сейчас в Германии рвет. Вот. Это действительно оригинал диплом. Первый в истории советского дзюдо диплом олимпийских. Ну а это я люблю издательской деятельности. занимать литературные проекты. Для меня это важно. Не только по Орона Гиршича. Тогда мы эту книгу издали и мои знакомые в Германию передали. Передали ему его книгу. Я писал ее без него. Без единой его помощи. Находил протокол олимпийский. Находил фотографии. Находил интервью. Находил в элитских газет. Я даже первый восстановил ход олимпийских этих самых пыгинных. Потому что все говорят по-разному. Я нашел протокол. Я передал вот эту книгу про Антолия Рахлина и про его друга Ярослава Керога. И вот его жена Галина Михайловна потом отзвонилась. Говорит, Миша, мы всю ночь просидели и читали все эти книги про плакали. Ну, по-хорошему. Говорит, когда утром пришла к нему, у него книги все под подушкой. То есть насколько ему это было важно, ценно и приятно. Это легенда, еще первый призер и сегодня единственный, к сожалению, живущий. Вот, забавно, да? Забавно. Чемпион мира Адамян и чемпион мира Тасоев. Где джидога? Я уже полгода он мне присылает. Я даже специально повесил кверх ногами, сделал видео и отправил иналогу. Инал, ты у меня висишь кверх ногами. срочно. И он чуть ли не кажется, сейчас, сейчас. Так, давайте так, конечно, как бы, мы не надеемся, а мы уверены, уверены, что к тому моменту, когда это видео будет уже готово и запущено для всеобщего обозрения, джидога Инал Тасоева будет здесь. Я сделаю фото и вот радует думать. А это, кстати, куртка, помните, венгерские, да, с петушкой? это венгерские куртки. Это, знаете, еще кимоно, это тоже не просто кимоно, это кимоно Евгения Ефремова. Первый мастер спорта международного класса в Петербург, подзюдо, воспитанник отца, недавно ушел из жизни, был двукратным призером, чемпионом Европы по молодежи, членом олимпийской сборной, кандидатом на олимпиаду 80, но не случилось. Вот это его медали, его кимоно, то есть у нас такая вот история. Сегодняшний день, скажу честно, человек 15, я уже не доклеил, ребят, как-то руки не доходят в последнее время, их уже больше стало, гораздо больше, гораздо больше, как-то остановился немножко, закрутился в тела. Ну и здесь уже надо судья олимпийской категории. Там и заслуженные мастера спорта, и международники уже добавилось, и мастера просто не доходят. Ну, вот это вот, тоже очень важная история. Действительно, последнее рабочее кимоно отца, его пояс, его записи, швейтер 63-й год, 64-й, 50-й, и все-все-все-все. Он очень скрупулезно все записывал. Тут каждая победа, каждое поражение, каждое соревнование, каждое выполнение разряда, письма с колхозов, письма с армии. Иногда бывало там, ну, кредка, но бывало, и в тенуле ребята попадали, какими-то, все писали, все. Вон, видите, каждый поединок записан. Даже, ну, конечно, специально так поясни, видите, протокол, сетка, ну, вон там, Путин, Солнцев, Путин, кто-то там, там, Ротенберг, Злонов, и вот, как выиграл, почему-то, ну, все записывал. И иногда люди начинают меня спрашивать, а вот он был, он не был. Я говорю, все, что было, записано здесь. Все записано, ребят, это невозможно, все это было написать за последние годы. Это все уже видит, даже не пожелтевшие, уже позеленевшие, покорисневшие страницы. Так что вот такая вот у нас память история. Фотографию эту люблю, потому что она очень характерная, очень характерная, два характера, два характера. Вот. Видимо, о чем-то разговор был конкретным, и каждый, видимо, свою мысль пытался донести. Ну, вот, 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 наверное, что, часть того, чтобы показать, рассказать.